Хорошо, цель сеансов — расторгнуть контракт, чтобы вернуть все мои частицы Души, потенциал, энергии, целостность, чистоту сознания. Хорошо, очищая себя и мое эфирное тело, физическое тело, от бессмысленной информации и очищаясь от воздействия пыток, страхов и мучений, исправляя ошибки моих творений, творчества мои. Так, аспекты. Хрустит в районе Атланта, выше здесь напряжение, шумит, звенит. Хочу узнать причины, исправить. Значит, что-то такое в полусне, вижу, как ставлю дверь. А что это у тебя там мигает, заточка на лбу? Ну, у меня, типа, родинки небольшая. А, а она в экране, знаешь, что делает? Да, бликует. Блик. Надо посмотреть, она же не... Я же на тебя смотрю каждый день, а что это я только впервые увидела? Хорошо, добавляю аспект, что за точка на лбу. Ее нужно будет пойти в косметический салон, убрать. Ну, так, в принципе, ладно. Так, хорошо. В полусне вижу, как ставлю дверь. Остаются какие-то там прорехи. Мне надо уходить. Я, как бы, дверь уже смонтировал. И так, тряпками, то ли, закрывая эти прорехи, идет информация. Забрал волю народа, волю на распределение роли. Откуда, чего эта информация пришла, неизвестно. Так, посмотрите, что за информация. Так, пятая. А, хочу посмотреть, почему машину мне не доставляет. Где во мне есть зацепка. Так, и тянется вопрос. Хочу посмотреть, в каком пространстве мой ушедший отец Николай, передать ему информацию, помочь освободиться или направить в чистое пространство. Виктория, ты в эфирном пространстве. Что ты видишь? Вижу, что какая-то темная полоса начала опускаться вниз. Я, как будто бы в каком-то пространстве над тучами. Вот такое впечатление. Все вот это такое черное, там над тучами. И какая-то штуковина летит. Как бы вылетает светлая. И что за вот такое, крутится, крутится, крутится. Штуковина. А что это за штуковина, Виктория? Читая информация. Вижу, от этой штуковины тянется сектор магии, подключка. Оно считывается как какой-то... Сейчас я посмотрю. Это в космосе. Это над землей летает штуковина. А когда я начала смотреть внутрь, это какой-то как стеклянный шар. И там как будто трубка какая-то... Считывается как будто какой-то антенна. А вот эти крылышки. Это как спутник. Спутник, да? Да, это спутник. Он летает над землей, над тучами. А кто в секторе магии находится? Так, в секторе магии какой-то эгрегор. Кто-то приказывает на физике, чтобы проявился. Приказываем проявиться на физике, согласно физическим ДНК. Кто главный управляющий этого спутника? Угу. Оно считывается как управление сознанием. А там какой-то штаб. Сейчас я посмотрю, что за штаб. Угу. Энергия считывается как рептильная. То есть как будто там какой-то... Какие-то чужие цивилизации имеют отношение к интерферентам. Угу. Да, это инопланетяне какие-то... С большими глазами. Глаза как у лягушки. Это как рептильная. Да, это как рептилоиды. На эфирном плане я вижу, что у них есть когти, такие лапы, хвосты, длинные, черные хвосты. Сейчас я хочу посмотреть, как они выглядят на физике. А на физике выглядят как люди. Штаб управления. Сейчас я слышу, что человеческим сознанием. Угу. КГБ. Господи. Так, человеческим сознанием. Угу. Где на физике? Приказываем отвечать, что они делают с человеческим сознанием. Они говорят странные вещи. Говорят, что они катапультируют. Катапультируют. Что катапультируют? Я вижу, что с этой штуки, с этой программы выходят такие лучи. Вот они, и считывается, что они катапультируются. Типа как полетают с этого. Такие волны черные идут. Так. Так, что они делают в пространстве человеческого сознания? Приказываем отвечать. Там какой-то приемник еще есть. Какой-то приемник. Так. Я вижу, что этот приемник, это вот эта красная звезда, вот, кремлевская звезда. Угу. Она считывается как приемник. Там есть такая какая-то рамка, она вибрирует вот так. Вот эти звезды, ну, звезда. И она вот так, как будто вот так вибрирует, как будто это медь. Угу. Вот так вибрирует, и куда-то вниз идет. Сейчас я посмотрю. И проходит прямо к... О, в мавзолей. А в мавзолее вот этот чучело это лежит. Угу. Вот эти инструменты, как утюги, вот так накладывает. Оживить. Зачем его оживить? Так, кто это? Вот этим существом приказываю. Зачем они оживляют этого, этот труп? Приказываем отвечать. Так, вот этим рептильным существом они находятся как на орбите. Да. Вот этим существом я приказываю отвечать. Зачем они производят это воздействие? Они говорят катапульт сознания. Обрушение сознания человечества. Угу. Так, мы их видим. Угу. Приказываем отвечать. С какой целью они это делают, обрушение сознания? Я слышу убийство. И вижу, как будто бы я в городе нахожусь. Вот там Кремль. А возле Кремля, вот так. Угу. Такая, как пирамида. Я вижу, что они находятся, я слышу, в измерении власти. Как пирамида, там многоэтажный такой корабль летающий. Угу. Это что за корабль? Он там внутри находится где-то? Он летает возле, ну как бы над Москвой. Он зависит, так висит. Угу. Ощитывается в измерении власти. Интересно, что это за измерение такое? Давай посмотрим, что это за измерение. О, слышу Вильзевул. И вижу, как вокруг планеты такой, как саркофаг считывается, черный, как полотно такое, как купол. Как будто шар такой, черный, вокруг земного шара. Вильзевул – это дух ненависти, дух фашизма. Интересно. Я же против этих всех фантастических теорий заговора. Кто-то с тобой вчера ругалась. Ну, так, значит, а вот этот корабль, он и есть, это с него вот эти лучи, да, идут на Мавзолей, на этот труп? Да. Или это в другой уже? Нет, это так. Как-то видел на физике корабль, как трапеций, как пирамида, да? Да, да. Да, было такое уже. Так, приказываю еще раз этим существам отвечать. Какая их цель воздействий, обрушение сознания? Что они хотят? Я вижу, что у них есть, я слышу, смотрю, какая-то сияющая энергия. Энергия у них есть. Оно вот так просто сияет. Сейчас я его, оно вот так все движется. Живое. Живое считывается живое сознание. Так, что это живое сознание, считаю, Виктория Эфирная ДНК, это и это сознание, чье оно? Так, оно рассчитывается, я слышу, кандрон. Кандроник. Да, и одновременно все человечество. От него, с этого корабля, идут такие миллионы нитей. Сейчас я посмотрю. Прямо к людям. А, вот оно что. Я вижу, по одной ниточке я пошла, и вижу так, лежит человек на кровати, потом раз, встает такой черный, падает на колени, и там такой крест перед крестом. И этот крест, бум, ему по голове, это поклонение, считывается. Христианский эгрегор. Да, поклонение дьяволу, подчинение смерти. Угу. Вот. Так, хорошо. Так, кто манипулирует этим сознанием, Андроника, приказываю проявиться ему? Проявляется вот так. В секторе магии я слышу штаб. Сейчас я посмотрю, кто этот штаб. Я вижу, такие черные какие-то фигуры сидят, а посередине их одна фигура. Золотая какая-то. Сейчас я посмотрю. Посмотри. Он называется первосвященник, а выглядит как Кирилл, весь в этом золоте. Этот япончик. Да. А вот эти люди, которые черные сидят, они одержимы этими духами демоническими. Вот, они как мертвые все. Вот. Вот, слышу, Путин первый сидит возле этого. То есть, их-то много. Человек 20. Они мертвые. То есть, у них тела как бы живые, а внутри вот эти рептилоиды, то есть эти духи. И идет от них вот так в сектор интерферентов. Интерферентов осчитывается как главный вдохновитель, дух. Дух. Так, что это за дух? Ведохрыльями, Вильзевул. Так, это дух, этот Вильзевул. Вот как он выглядит, такой жуткий. Так, хозяин Вильзевула. Вижу, мозг, мозг. Мозг. И третий глаз вот так вместе. Вот мозг. Потом, вот почему он лежит. Почему? Потому что вот так идет мозг. А потом, как сильно тянет его третий глаз. Направляющая сила. И сердечная чакра такая тоже подтягивает его вот так. Все туда тянется к этому. И все остальное. То есть это считывается как упадок. Упадок, почему-то зрение, мировоззрение. Да. И он вот так лежит, упал на спину. И лежит. Ноги у него в секторе магии. Голова в секторе интерферента. Так, ладно, Виктория, отсоединись от этого Сатанаила. Да. Поднимись выше. Да. Так, конструкцию. Понятно. Вот это еще вопрос. Вот эти 20 кто-то там стоит, черных. Они как-то сидят или стоят? Они соединены как-то с этим андроником, вот этим сознанием? Ну, они вот так в руках держат. Вот это как зонтик, вот это, как батут этот натянут. Они по кругу вот так стоят. Так, вот этому главному я приказываю отвечать, что он делает с сознанием этим? Главный встает вот этот весь золотой япончик. Весь в этом золоте. У него такой вот крест на лбу. И он берет этот крест, и вот этим крестом вот так это живое сознание, вот так вот долбит. Так, ясно. Ну, хорошо, Виктория, отсоединись от всех и всего. Да, отсоединяюсь. Поднимайся выше. Да. Полностью энергии жизни, гармонии. На счет 3. Найди в эфирном пространстве мое эфирное тело. Евгений, один, два, три. Ну, ты мне не дал там вообще отсоединиться. Ты говоришь, ты куда? Здесь. Вот. Я вижу, как это от этой конструкции тянется такой шлейф белый. Считывается гипнотический в сектор будущего. И там такая дверь. Так. И ты проявился. Я тебя еще раз зову. Вижу, что вот эта конструкция, она вот так, как точка в сердечной чакре, имеет отношение к сердцу. Виктория, считаемые эфирные дынка, я ли это? Да, это ты. Я вижу на тебе вот эта программа убийства Иисуса Христа. Я вижу, что вот эти поклонники христианские, они вот это берут, этот крест их бьет, потому что они становятся жертвами, принимают эти программы жертвы. А потом, естественно, это срабатывает. Я вижу, как они берут эти энергии и в тебя бросают. То есть, как бы, перебрасывают карму за их падение на тебя. Хорошо, Виктория, считай. Ой, то есть, спроси у меня о разрешении потрудиться со мной для меня. Ты говоришь, что ты разрешаешь. И показываешь на эту штуку, которая переливается, и говоришь. А это называешь «глаз сознания». Глаз. Оно переливается таким красивым, живым, таким света. Так, хорошо. Давай, Виктория, посмотрим, каким образом я потерял это сознание. Что это было за событие, что это было за решение мое. Я вижу, как вбивается гвоздь. Вбиваю гвоздь. Вот сюда, в левую руку. Первый гвоздь был забит в левую руку. Такой толстый, корявый. Не гвоздь, а такая штука. Четырех. Четырехгранная. Да. Так, что в этот момент происходило в эфирном плане? Вижу, что страшная боль. И какая-то точка, вот такая, шарик черный отсюда, вот так через сердечную чакру, вот так через себя. Прямо как катится, как будто железка туда, вниз в портал. Ну, сейчас я посмотрю, я слышу упадок сил, упадок сознания, разрешение на казнь. Так, решение на казнь. Когда это было дано разрешение, Виктория? В этот момент или раньше? Раньше. Давай посмотрим это событие на физике. Я вижу, не на физике, я вижу на эфирном плане в секторе миссии. Я вижу, как... Как тебя как будто бы снаряжают идти. Одеваю такие одежды разные, черные. Как тяжелые, такие, как будто металлические. Кто-то руки, сияющие руки от первоисточек. Называют тебя любимым сыном. Божеством. Божественным любимым сыном. Или любимый сын бы божества. Вот что-то такое. Так, а кто это... А те, кто снаряжает... А кто снаряжает? Снаряжает тебя. Зачем это делать? Зачем? Давай узнаем, зачем. Я вижу, что стоит такой образ, как женщина, которая орет вар. Оно война. Угу. Вар. Ну, есть такие слова. Древние славянские, как парно. Лишь там. То есть, как... Как война. Битва. Битва. И слышу, как война во вселенной идет. Как копья, как будто бы копья бьются, друг. Железо, железо стучит. Как будто это пространство одно с другим, сияющее, с этим черным. Так. Битвы боков. Угу. Так. Так, на какую миссию вы меня снаряжаете? Тебя на упадок. Угу. Так. С какой целью? Подняться. Угу. Поднять, подняться. Я слышу, поднять мир. Поднять мир. И почему-то идет вот этот рим. Рим. Угу. Перевернутый мир. Перевернутый мир. Рим. Да, и там идет какая-то, я слышу, фракция. Фракция заколотников. То есть, фракция этих, которые бунт. Бунтарей, скажем так. Бунтарей. Вот. Она находится именно, я вижу, в Риме. И с Рима идет вот как на юго-восток. Такие черные идут, как всплески энергии. Угу. Там кто-то находится именно в Риме. Приказы или не будем, Виктория? Да, не будем, а то мы будем долгачиваться. Давай посмотрим во время снаряжения, вот это, какой контракт, я заключил или соглашение. Я вижу, что ты принимаешь вот этот первый удар. Этот гвоздь идет. То есть, ты соглашаешься. И такой же гвоздь, вот как копия в секторе принятия решений. Угу. И я вижу, что появляется на лбу. Такая, как будто бы гвоздь забит вот так. В левую руку, в лоб, в правую руку, сюда. А потом на третью чакру. О, знамение креста. Угу. Фиксация жертвы. Фиксация вот этих сердечных чакр как-то фиксируется в такой, и образуется такой, как вихрь. Их, вот это зафиксировалось. Вот это знамение креста, и образуется такой вихрь, который вот связывается, то есть портал открывается, и с сектором интерферентов. То есть проникновение этого Вильзевула, этого духа демонической власти, которая как бы сопротивляется власти первоисточника. Так, у нас сейчас согласился принять этот первый удар. На что еще согласился? Я слышу поглотить мир, то есть стать основой этого мрака. Да, это я слышу апона, это можно сказать, какое-то слово древнее апона, я слышу, что это как лошадей накрывали такими штуками, как плащами. Это вот это связано как покрывало, и вот это, что я видела, это как земля в таком чуланчике, в этом чёрное, чёрное. Вильзевуловское сознание, основанное на подчинении жертвы, насильнику. То есть этот морок-мрак, и я вижу, как движется вот этот, как эта растянутая штука чёрная, это как батут, а этот батут, это как твоё тело, распятое на кресте. То есть физическое тело, физическое мучение, и вот эта живая душа, которая бьется, страдает от мучений тела. Так, понятно. Некоторые, давай посмотрим еще, вот это снаряжаете меня, что это за вещи, которыми вы меня снаряжаете, что это за штуки? А я слышу, будущее события, и мы тебе еще что-то даем, я тебе ложу, а я слышу, что я твоя мать, и я ложу тебе что-то вот так под правую пятку, вижу, пята, она сияющая, и в этой пяте, как жало такое, смерть. А я держу эту сияющую пяту, а что я тебе дала, я тебе дала вот эту сияющую какую-то энергию, сейчас я посмотрю, а там уже как бы в будущем уже, то есть ты еще здоров, ничего еще нет, а уже эти все планирования, оно уже как будто бы есть. Я сейчас смотрю, и я вижу, как это бьется сердце, я как бы так оно бьется, я из себя вынула вот это сердце, и эту энергию сердца, почему я тебя в пяту положила? Да, почему ты это сделал? А там считывается в этой энергии сердца, что смерть будет уничтожена навсегда. Это сила перенести смерть, и не, а вот оно что, вот оно что, каждый дает свою частицу, и это дает тебе возможность, как бы я слышу, не потерять себя, не уйти полностью, а иметь силу вернуться обратно, то есть смерть не будет иметь власти над тобой, потому что ты выйдешь, вот эти сияющие энергии вселенной, они тебя призовут обратно. Да, так и есть. Держит меня к свету. Да. Так, Виктория, посмотри, что-то еще мы должны рассмотреть, чтобы полностью… Ну, сейчас я обращаю внимание на эту энергию, в которой твое лицо, и оно такое смотрит все время на первоисточник. А вот эти все черные энергии, это все как считывается, как вынужденные меры. Я вижу, как под тобой вот этот батут, то есть вот эти энергии смерти и страсти смерти, агонии смерти, они начинают как разливаться и перестают над тобой силу иметь. Я вижу, как вот эта сияющая энергия вытягивает энергию из этого портала, потому что ты снимаешь эти доспехи смерти, скажем так, и вот это жало вытаскиваешь у себя из пятки, вот это как скорпион, прикинь, это как скорпион. Жало это скорпиона. Да, и ты ухватил вот это скорпиона этого за хвост, за хвост, а здесь это жало его. И вот так его, как ключом, вот так тыкаешь в верхнее пространство. А, вот это момент смерти, он как зафиксирован был во времени, и это пространство, вот эту фиксацию они взяли и просто на ею, как бы, господи, по-украински облучают. И что интересно, и действительно так есть, например, если в Америке, то люди тоже очень верующие, но они не религиозные, они собираются в церкви, потому что им там интересно. Они там послушают этого проповедь, а потом идут, то ли танцуют, в ресторан идут, то есть собираться вот так. То есть у них это нет такого челопития, как, например, на территории Советского Союза бывшего. Вот этого фанатизма нет. Угу. Ну тоже принимают эти волны, да? Ну оно всю землю вот так. Да, понял. Так, Виктория, хорошо. Ну именно где Москва, а вот идет это облучение, я же вижу. Хорошо, Виктория, своим сознанием захожу в тот момент, изменяя мое решение, разрешать меня казнить, отказываясь от этого и приказываю всем этим интерферентам, Вильзеволу, духам, магам забирать все их воздействия, их ложь, их карму. Все это чужеродное отдаю и призываю все, что принадлежит мне. Отменяя эту казнь, да? Отменяя эту казнь. И вижу, как ты забираешь эту сияющую энергию, она уходит. Верни все, что тебе принадлежит. Призываю, возвращаю все мое потенциал, энергии, частички дыши, все возвращаю, очищаю. Этот пиндер Вильзевола, образно говоря, он имел силу в твоей энергии. И оно так шух, раскрутилось, все уходит, и его этот весь уже упал. Все. И ключ этот, как Шиол, ты открываешь, слышу, как будто бы из могилы выходишь. Шиол – это человечество, это Эгрегор, могила человечества. То есть это каждый человек, который умирал, он как бы свою частицу в этом общем эгрегоре имел. И вот я вижу, это слышу, голосиния. То есть эти, когда родственники плачут, они вот эти все энергии там собирают. Освобождай этот Шиол. Освобождай, делаю ревизию в этом Шиоле. Все чужеродное из него отправляя на аннигиляцию в антимир. Все чистые души призываю, поднимая наверх. Очищай Шиол от священных душ, а все чужое отправляй на аннигиляцию. Вот я вижу то, что я тебе вот это дала там на пятку. Угу. Ты по этому каналу мне отдаешь и говоришь, мама, я услышала. Угу. Как бы отдаешь мне мою живую душу. И по очереди начинаешь всем отдавать. Призываю всех. И получился как такой портал, вот такой стол. Потом вот так и вокруг такие как люди стоят и ждут. Угу. Отдаю каждому, что им принадлежит, чистым. Я вижу, как ты снимаешь вот эту штуку из себя. Этот гвоздь этому, кто прибивал этому воину. И эта вся одежда уходит с физического тела. Ты поднимаешься с этого креста как ангел. И в высшем пространстве, высшего я, тоже эти черные энергии отпадают. Возвращаешь целостность себе. И вижу, как эта подключка к сексуальным этим. То есть забирать энергию твою творческую. Тоже вся уходит. И ты силу свою возвращаешь. Возвращаюсь. Стоишь как ангел. Угу. А когда на тебя смотрю, слышу, любимый сын. Угу. Так, вот эти... Ну то, что вы снаряжали, вот это событие были, да? То есть ты готовился. Смотри, ты готовился на воплощение. Естественно, ты все знал. Ты был свободен. Ты все знал, что будет происходить. Мы все сказали, что мы тебе поможем. Я стану твоей матерью. Этот тем, этот тем, этот тем. Это так происходит в эфирном пространстве. То есть мы друг другу приходим помочь. Выполнить миссию. Вот. Ты миссию выполнил. Завернул. Угу. Сделал решение. Доказал свою верность к нам первоисточника, к нам жизни. Хорошо. И вижу, как это пространство так раз и перевернулось. Сейчас. И ты достаешь там, как дыра образовалась. А эти убежали. Почему-то у них вот эта пирамида так покосилась. Угу. Угу. И я вижу, как ты свернул голову этому золотых этих рясах. Так. Дверь крутил и выбросил портал на утилизацию. Вот. И все эти духи убежали, приказывая им забирать все их воздействия и все программы жертв и всю карму за их злодеяния. Угу. Я это делаю. Приказываю им забрать их ними руками. Пусть применять все это на них же. Призывая силы кармы за все, отсекая их. Подожди, еще что-то проявляется. Это еще не все. Это я уже, когда видела этот рим, а это второй раз я уже вижу снова. То есть мое внимание снова на этот рим. И я вижу, что какой-то человек приносит сердце. Я тогда уже мельком увидела, считала, что что-то имеется отношение с сердцем. И вижу, что он как будто бы выворачивает, вот так разворачивает сердце. Так, приказываю этому человеку назваться. Кто он такой? Так, он называется себя колдуном. Колдун. И он принес какому-то человеку в Риме. Или это может человек не в Риме, а который римский правитель. Короче, кому-то он принес это сердце. И этот человек начинает считывать. А этот колдун, кто он такой интересный? Приказываю этому колдуну принять вид, который он имеет сейчас на физическом плане в нынешнее время. Так, проявляется как этот черномор. Черногор, это борода длинная, вот эти ноги, это все. Шапочка колдовская, вот эта. Такой как карлик маленький. Черномор, борода длиннючая. И вижу как с него вот так выскочил, считывается Илья. Вот я вижу, он принес этому в Рим какому-то человеку. Этот человек так странно выглядит, как программа. Какой-то весь стеклянный, как будто изо льда, высокий. И он начинает рассматривать это сердце. Я вижу, что он, этот человек, какой-то гипнотизер. Так, кто это человек? Я ему приказываю проявиться, согласно физическим ДНК, и отвечать. Кто он такой? Так, а что интересно, не говорит, это как программа какая-то. Самое интересное, чтобы я не забыла сказать, он вот так как Пеппа рассматривал это сердце, а потом берет это сердце, как бы вставляет как эфирная, эфирную копию в сердечную чакру этого колдуна. А колдун одержим. Получается вот так, на физике этот колдун принес. То есть я вижу, что вырезали каким-то образом сердце. Так, давайте определимся. Чье это сердце? Так, твое сердце вырезали. Я вот вижу, что этот человек, типа Иисус похоронен, он как-то не лежит, а полусидит почему-то в гробу. Я вижу, может это эфирная операция была сделана. Что ему вот так вот просто сквозь гроб, вижу так нож, разрезают сердце, достают сердце и принесли это сердце. Угу. Считывается как сердце Рима, этот колдун. Угу. Он получается, вероятно, вероятнее всего, что это какая-то эфирная операция, потому что этот, кому он принес, оно выглядит как программа, а не как живой человек. Так. Так. Океан не смотрю, оно не проявляется никакие человеческие черты. Ладно, Виктория. А, вот оно что, смотрю. Угу. Я обошла со всех сторон, посмотрела, а оно выглядит вот так, как какая-то кристалл такой длинный. Я дальше-дальше смотрю, а это пиндер этого дьявола. Нормально. То есть он обратился, скажем так, в переводе на человеческий язык, к магическим ритуалам, воспользовался силой дьявола, то есть вот ну все сходится, он же одержим этим визитом, этим духом власти. Так, Виктория, а что происходило на физическом плане, когда эта операция производилась, сердце вынималось? Я вижу, что там какая-то гроб, а этот один, там два стоят солдата, один, вот как в римляне одеты, один спит, лежит, но спит просто, он безобидный, так и считывается. А другой, этот вот колдун, там внутри гроба находится этот Иисус, которого его так назвали, а он вот так, вижу, колдует. Вот у него, как горшок такой, то есть он занимается магией, а я смотрю, а это Илья. Ну, это Римафейский, наверное, Иосиф, ну, понятно. Так, и что он делает там на физике? Колдовством занимается? Да. Приказываем отвечать, что он делает там. Он говорит, запускаю карусель, запускаю карусель сознания жертвы, и там этот открывается, вот он как будто бы колдует, что-то делает, и открывается портал, то есть идет как бы совмещение вот этих энергий. Ильзевул, это как дух дьявола, дух времени, который выбрал все события, вот это все, это программа порабощения человеческой души, и совмещается с энергиями жертвенного сердца. Я вижу, как буквально вытягивает из тела, которое как будто бы затухает, вот так, знаешь, как жизнь затухает. А он эту энергию все вот так вытягивает. Понятно. Так, приказываю этому колдуну забирать все эти его воздействия, всю эту магию, приказываю ему применять это на нем же, отдаю ему, призывая карму за насилие. И это, забираю мою энергию обратно, это сердце. Так интересно, я вижу, что это черная точка, которая вот была как в сердечной чакре, она вот к нему, приказывая ему его же руками забирать. Приказываю ему забирать его же руками. Я вижу, что он это забирает, эта черная энергия к нему возвращается через его третий глаз. Вот, и вижу, как такая энергия, как будто веревка вокруг его ног ухватила и утащила его в портал. То есть карму, как говорится, никто не отменял. А эта живая энергия сердца возвратилась к тебе. Восстанавливай коны. И вижу, как это из сердечной чакры, вот так, там была как пустота, как такой кристалл. И он раз и выходит. А вместо этого вот все оживает и сияет сердце. И осветляет все. И я вижу, как ты поднимаешься вверх, из тебя эта одежда дурацкая, разноцветная, с этих иконок. Он падает, осыпается, превращается в пепел. Отменяй эту программу жертвы, подчинения. Отменяю принятие этой программы жертвы, отторгая во всех временах, на всех уровнях, отторгая эту программу, отказываясь ее принимать. И вижу, как этот купол над землей, вот так, как разрезался, раздвинулся. И приказываясь забирать этот купол, и этим всем, инопланетянам, и этим демонам, этим духом, и живым людям, предателям рода человеческого. Вот они этими глазами лупают. Приказываю, приказываю им забирать все их воздействия, всю эту энергию, ихними же руками. Наполняй светом, рассчитывается все твое имущество. Наполняю энергией, провозглашаю коны, все чужеродное, отправляю на аннигиляцию. Коны какие? Коны вселенной, священной вселенной. Коны живой вселенной, да, коны жизни. Хорошо, очищаю землю и запрещаю торгаться наше пространство. Ты так, идешь вверх в секторе первоисточника, где миссия. И пойдем, мама, мы справились, и идешь. Классно, молодцы. Хорошо, Виктория. Так, один вопрос только. Вот этот. Мы посмотрим вот этот сон, в котором мне приходила информация. Забрал волю народу, волю на распределение роли. Что это было, чей это была информация? Но мне сразу оно пришло, и сейчас снова с глубин подсознания. То есть раскрылась генетическая память, и ты вспомнил. Так, я вернул эту волю народа, Виктория. Да, это когда ты вот забрал свою энергию с этого шиола, то есть это распределение, то есть через это христианство, так называемое, которое продвигает идею подчинения агрессору. Как бы твоя воля была в этом, и ты это забрал. Так, хорошо. Отменил и распространяя информацию, чтобы каждый защищал свое личное пространство, восстанавливал коны долголетия, коны суверенитета своего личного, научился уважать себя и уважать других. Я распространяю распространение этой информации каждой живой душе во всем эфирном пространстве. Хорошо, Виктория. Пока отсоединись от всех этих ситуаций. Да. Давай посмотрим, где находится душа ушедшего отца Николая. Так, посчитать? Нет, я вижу. Он находится по отношению к тебе в секторе магии. И идет от него такая подключка в третью чакру, в живот. И он питается, то есть он забирает твою энергию. Он, это подключка есть. С одной стороны, с другой стороны, от своего живота идет подключка в сектор интерферентов. Там такой эгрегор. Какая-то карма. А, вот карма. Так, что это за карма, за что? Оно звучит, как предателя рода человечества. То есть ты как бы виноват по их теории в том, что множество людей согласились на, ну, так я и слышу, на добровольную жертву. Вот. В том числе и твой отец. А ты ему показываешь информацию, книгу. Вот. Я ему тоже. Вот передавай ему. Передаю информацию о моем освобождении, о информации из сеансов и алгоритма освобождения. Так, удаляй эту подключку и отдавай карму истинным владельцам антимира и всех этих программ. Отдаю карму истинным. Чей-то кармы им отдаю. Очищаю себя от чужеродной кармы. От чужой кармы. Все им отдаю эту карму. Подключки убираю. Очищаюсь. Вижу, что отец вот так зашел в эти пространства, и ты вот так, как будто бы передвинул какую-то штуку. Как будто бы вот так передвинулась. И выбросил эту. Оно похоже, как какая-то плоская, как створка чего-то. То ли дверь, то ли что-то. Отправляю в портал на утилизацию. Это связь антимира с пространством живых душ. Запрещай. Запрещаю. Антимиру воздействия на пространство живых душ. На живых душ. Запрещаю. Так, интересно. Вижу, ты так вот наклонился. И так, там, где ты паду, там вот такие лица, лица, лица в шариках таких. Они оживают. Там как лед такой был, а ты как будто бы их оживил. Как тепло. Здорово. Хорошо. Так, передаю этим лицам информацию, алгоритм освобождения, призывая их подниматься и отказываться от антимира, выбирать жизнь. Вижу, они вдруг все вместе, как захлопали крыльями, как бабочки, ну, как ангелы с тайкой тобой полетели, передавая информацию, освобождая весь Шиол и уничтожай все эти структуры. А кто это там ревет? Кто ревет? Давай посмотрим. Ой, кто-то ревет, что ты оставил их без хлеба. Это их не проблемы. Нас они не касаются. А хлеб, это вот эти все программы, страданий, смерти, которыми они питаются, эти духи. Забирая весь их хлеб. Забирая нашу светлую энергию, отделяя чужеродного, чужеродная им. На аннигиляцию. На аннигиляцию. Да, все это шел, весь остатки этого могилы. На аннигиляцию отправляем. Хорошо, поднимаемся вверх, Виктория. Смотрю, ты такой огромный стоишь, как будто одна нога на одном берегу, а другая на другом берегу. А между ног вот там, ну, как будто бы на горизонте так стоишь огромный. А там речка течет. А ты берешь такую какую-то штуку и так разрываешь. Черную штуку. Это как будто труба заходит в трубу. А-а-а, отрываешь. Вот оно что, смотри. Это выглядит так, как меч в ножнах, или как этот пиндер этого дьявола. А это как меч, а вот это ножны, это вот эта магическая черная энергия, которая как бы дает силу и прочность этому мечу, оберегает его эта магия. И ты вот этот пиндер забираешь, разрываешься его источником силы, то есть этой магией. Считывается магия воспроизводства этих программ, когда человек подчиняется. И все, и оно все рушится. Все рушится, этот их антимир. Просто вот так это все рушится. Стирай со всех информационных полей смерть. Стираю смерть. Эти энергии отправляй на нигляцию. С магией запрещай применение магии в нашем священном пространстве. Запрещай ложь, обман, насилие. Стирай, войны, страдания запрещаю. О! Я очутилась в Москве на Красной площади. Смотрю в лужу. Там такой, как дождь прошел. И такая лужа. А в луже отображается эта Красная звезда. А вот этот Кремль с этой звездой, вот эта звезда просто ушла в эту лужу. То есть это сила магическая, которую нацепили они на это сооружение. все уходит. Мы запрещаем применять эту магию, это воздействие. И ты берешь в эту лужу, выбрасываешь вот это с крылышками. Это что летает над землей. Эти корабли, а спутники эти. Да, и оно все туда уходит. Все это излучатели тоже отправляем туда же. И вместе с этим трупом он вот так как-то чмопнул, как будто бы его-то оторвали. И туда, в мешок. Все, в мешок, в портал на утилизацию, в огонь. Пусть горит ясным пламенем. На полное уничтожение стирай со всех информационных полей. Очищай. Очищаю. Кремль, Россию, всю планету от этой нечисти. Очищаю, очищаю планету, поверхность реки, горы, моря, недра. Все, что внутри погребено, все я очищаю. Все чужеродное собираю, сжигаю, отправляю на аннигиляцию. И наполняю все это очищенное. чистотой, светом, жизни и гармонии. Ну, молодец. Хорошо. Вижу, как эти души, как эти лица в таких шариках, все вместе собралось. Планета выходит вверх. А эти черные энергии, они уже не могут пристать. Они вот так просто стекают и уходят. И вижу, как этот... О, это портал такой, где Кремль. Не зря в Библии написано, что это престол сатаны. Вырываем. Приказываем убирать антимиру этот престол. Не место в священном пространстве, живых, живых человеков, живых душ. Не место этим всем престолам на аутимилизацию. Приказываем забирать все их энергии, их им убираться. Приказываем убирать все их энергии с наших живой материи, с нашей геометрии, с нашей природы. Приказываю им забирать воздействие, манипуляции, с информацией, со знаниями и отправляю. Отдаю им карму за всю ложь и обманы и насилие. Вижу, что вот эти их магические воздействия пошли против них. И вот этот штаб, его как будто бы вот так лезвием срезали по третьей чакре всех. И вот так пошли эти срезы, пока это все не уничтожилось. Просто с космоса. Хорошо. Отдаем карму. Отдаем карму. Пусть принимают и в портал на утилизации. Нажигаем на полную утилизацию. Хорошо. Посмотри сейчас, как я выгляжу. Так, энергосфера издает звук правильной формы. Что там у меня шумит, звенит в голове в ушах. Есть какие-то? не в ушах, а я слышу, я вообще-то прощаю внимание. Утолщение, где правая нога, где колено вот так, только не физическое, а вот так дальше. такое уплотнение. И оно издает такой гул. Будет. Так, что там под ключкой, Виктория, что это находится? Что это за утолщение? Имеет отношение к сектору магии. В секторе магии это как какая-то конструкция. В секторе магии какой-то портал открытый. Там в этом портале внутри такой гул стоит, как будто это доменная печь, там огонь внутри. Так, когда этот портал впервые появился мне в пространстве, что это за событие? Я вижу, что когда-то шел на воплощение, давай посмотрим, с кем ты контракт заключил тогда. По-моему, ты так и не рассмотрелись. Давай посмотрим, с кем я заключил контракт. Я покажу тебе этот контракт. Я вижу, вот так как ты борешься на руках с этим дьяволом. Слышу упреждение. Ты споришь, ругаешься. Я вижу, что он ходит туда-сюда, туда-сюда, ходит, то есть нет ему никаких преград, и он заходит в светлое пространство, и вот так грабит, берет и уходит. Ты ему говоришь, ты что делаешь, ругаешься с ним, а он снова приходит, снова берет и снова уходит. Ты потом берешь, закрываешь эту дверь, через которую он ходит, то есть запрещающему ходить божественные вот эти пространства, отключающие его от света. Это ты сделал, оказывается. А когда он это упал, встретить с третьими. Так, и какой контракт я, какой контракт. А потом ты собираешься идти на воплощение, сойти с небес, воплотиться ребенка, чтобы пройти путь. Наверх, да? Нет, чтобы пройти путь вот этих всех, чтобы все испытать, все, что это было замучено, накручено вот в этом пространстве человеческом. Так, а где контракт, Виктория? Давай, посмотрим. я вижу, что ты вот так эту руку держишь и выхватываешь из-под, он хватает, он как бы не дает, но ты выхватываешь и так сломал ему руку и она стала такая поломанная, худая, но протягивается вот так вот к сектору будущего, к первоисточнику, а ты читаешь там, там как дверца, а на дверце, ну, как вход к первоисточнику, вход в будущее, там что-то написано, договор о развлечении добра и зла, о принятии решений, о принятии добра и зла, и в этой книге, когда я посмотрела, я как будто бы окунулась в пространство, там много птиц летают, рыбы плавают, зелень какие-то, олени прыгают. Так, что это за договор? Кто стороны договора приказывает проявиться? Ну, он считывается твой сын и брат. Это одновременно и сын, и брат. понятна. Значит, так, что в договоре, Виктория? Давай посмотрим этот договор, на что я согласился. Я слышу показать миру или вселенной, потому что ты ко вселенной поворачиваешься. Опыт. То есть, пережить это все на себе, показать. Так, ключевой момент какой. Ты вот достаешь, как бы, о, у себя из-под ноги, там, где пята. Вытаскиваешь такую штуку, как бы, из пятки. Но это уже не черное, вот это как жало было, оно было черное. А это такое, какое-то белое. О, смерть. То есть, черное, это как магия, было подчинение программам смерти, а это как энергия самой смерти. Что же такое смерть? Что это такое? А это смерть, это аннигиляция, я слышу. Полное уничтожение зла. То есть, я вижу, что в конечном результате любое зло будет полностью уничтожено. И тот, кто буквально считывается, как впивается в этот антимир, тот, как бы перенимает вот эту карму антимира и становится уязвимым. Слышу жало смерти, да. Вот. Но тут ты показываешь вот так вот свое сердце, оно горит. Вот это и оно считывается, что это дух, живой дух. что смерть не подвластна живому духу. То есть, ты это действительно делаешь этот. А, теперь стало понятно, почему они использовали. То есть, у тебя была миссия, чтобы пройти этот путь и доказать свою верность. Ты как творец всего живого, сотворец, скажем так, потому что творец как бы сотворил тебя первым, а потом уже ты как по программе или как плану первоисточника все творил. Других живых существ духовных, потом физическую реальность, человечество, поэтому ты как будто бы я тебя назвала отцом, а ты не и показываешь на первоисточник. Да. Они с этого сделали наоборот. Эти программы зацепили, чтобы человечество погрузилось еще больше в эти программы смерти. И снова я слышу смерть будет разрушена навсегда. для тех, у кого есть источник жизни. Я так и слышу, жерело житя. Источник жизни. Хорошо, Виктория. Так, все, мы посмотрели этот договор. Да. Так, что я хочу сделать с этим договором? Как я запланировал, я сделаю. Покажу тебе. Я слышу определить, как определитель. Вот это договор как определитель. Я вижу, что ты его вот так поставил, как между этими пространством священной вселенной и антимиром. Оно вот так как стена стоит. Как определитель, слышу, истинности желания. То есть, я вижу, что идет распределение ролей. каждый выбирает свою роль или выбирает жизнь и уходит в пространство жизни, или выбирает смерть и уходит в пространство смерти. Потому что я слышу, аннигиляция смерти это уничтожение ошибки. Так, ясно. Так, а вот это подключка вот этому толщине или вот этот портал, в котором все гудит. Это твое решение, я слышу. То есть, правая нога сигнализирует о принятии никогда какого-то решения. Это как взаимодействие с этим антимиром. Я слышу вот эти слова, что вначале был логос, то есть первым, кого сотворил, первоисточник, это как раз был этот, я слышу, измеритель истинности. Вот что логос означает. То есть, это измеритель истинности, то есть, вот эти коды, истинные. Ты, вот в тебе, как бы, как первое творение, первоисточника, это было, как начало всего, это был заложен истинный мотив. А какой истинный мотив? Считывается это любовь, добро, добро, любовь. Добро и любовь. Хорошо, я хочу отменить мое решение взаимодействия, соприкасаться с этим интимиром. Я вижу, что ты берешь вот этот эгрегор, который с правой стороны, и буквально его вот так, как открываешь. И вся эта шушера, это все с него вываливается. А сам, как мешок, вот этот, это как взаимодействие с интимиром. и он отваливается, то есть ты отменяешь это решение, и все, свет распространяется, и ты поднимаешься вверх, как будто бы из могилы. То есть вот это пространство, в котором мы живем, это и есть как могильный холод, как могила человечества. Потому что здесь так законы все демонтимиром устроены, что без поддержки вселенского разума, источника жизни, невозможно было бы выбраться отсюда. Я вижу, что ты разрываешь этот портал, и все начинает ярко светиться. Мы поднимаемся вверх, оно считывается, что ты вышел из Шиола и разорвал этот шаблон. Смерть вот это так, хорошо. шум. вокруг тебя вот так стоят ангелы. Все хлопают в ладоши и радуются. Вот. Хорошо. Наполняемся светом, истинной любви, гармонии, жизни. Да, и сейчас я вижу, как это как будто такое пространство, и оно вот так ты выходишь, и оно как зарастает, то есть этот портал, он зарастает. Угу. что ли мы сделали для меня на этом сеансе? Да. Угу. Хорошо. Я информацию о этом сеансе распространяю по эфирному пространству и тем, кому я хочу. Угу. Хорошо. Тогда, Виктория, отсоединяйся и от всех и всего. Угу. Проверяй твое личное пространство. Да. Угу. Хорошо. Тогда я посчитаю от одного до трех ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваешь, будешь себя чувствовать великолепно. Один, два, три. Возвращайся. Спасибо.